Доброе утро! А ЗИН это? Это лицензированный инструктор. И все. А, ЗИН. И по? По зумбе. По зумбам. Зумба фитнес. Ой, прекрасно. Вы знаете, человек, который далеко от всего, что происходит в нашем городе, когда заходит в Инстаграм и понимает, что ваши фотографии выплывают регулярно. То есть вы показываете свои работы, вы показываете свои результаты в первую очередь. Вы показываете своих девочек, которыми я с вами занимаюсь, которые вас поддерживают целиком и полностью. И говорите, вот я сегодня тренировалась, там 2 часа, 3 часа танцевала, и вот вся мокрая. Вот это результат. Я смотрю, лайк и пошел дальше. Давайте расскажем вообще зумба. И полезно это, не полезно. Или просто так, дорогой, я пошел на зумбу, дай мне денег и не жди меня сегодня вечером. Зумба это в первую очередь запатентованная танцевальная фитнес-программа, основанная которая на латиноамериканских и мировых ритмах. Это мужчина какой-то, я слышал, придумал. Основатель, да, с Колумбии, Луис Альберто Перец. Коротко, наш бета, наш шеф, наш папа. Наш бог. Наш бог, да. Ну, странно как-то, зумбу придумал мужчина, а зумба занимаются девушками в основном. Нет, в России, в Америке, в других странах мужчины пользуются. Там даже, я могу сказать, 80% мужчин преподают. Это у нас в России, я не знаю, можно по пальцам перечислить, в Казахстане, я знаю только, наверное, одного, Таира, это Салматы. Ты, у нас, ну, я могу, наверное, сказать, что это, может, менталитет наш такой. Ну, да, мужчина у нас обычно привык смотреть на все, что происходит, а не сам лично отдаваться танцам, к примеру. Ну, на больный танц уже пошел, думаешь, ага, а все ли с тобой нормально. Нормально, да, вот у нас как-то такое понятие. Зумба-фитнес – это отличное средство для похудения. Это отличный антидепрессант, это отличное настроение. После тренировки зумба уйти в плохом настроении – это невозможно. Ну, да ты просто танцуешь, получается? Да, ты танцуешь под все мировые ритмы, начиная сальса, бачата, меренга, кумбия, латино, плюс народные, там, индийские, все вместе. Плюс, самое главное, это силовая нагрузка. Зумба – это силовая нагрузка, аэробная и разминочная, и заминка, то есть растяжка, все такое. То есть это большой-большой комплекс. Ни в одном классе, если ты пришел на сальса, ты танцуешь целый час сальса. Скучно. Если ты пришел, да, на риггетон. Что такое риггетон? Ты танцуешь риггетон. Я знаю только о дон-дигидон. Здесь зумба, зумба все вместе. Плюс фитнес-нагрузка. Это выпады, приседания, скручивания, прыжки, махи. То есть мы танцуем, работаем. Ну и параллельно выполняете все то, что, может быть, вы делали там в фитнес-зале, когда там бегаете по дорожке, опять же, да, там какие-то упражнения силовые. Все силовые, я и говорю, все силовые нагрузки все делаем. Ну вот смотрите, Аннара, вы не так давно стали мамой. Это было совсем недавно. Ну сколько лет назад? Полтора года. Полтора года назад, да, дочка потрясающая, улыбчивая, на папу похожа. На папу похожа, да. Да, классно. Вот форму себя привели как? Только благодаря зумбе? Благодаря зумбе, да, я родила. Дочери исполнилось два месяца, я вышла на работу. Потому что я не могла, я же говорю, какой человек, как бы очень такой веселый, позитивный, на месте сидеть не могу. Два месяца дочери, я выхожу на работу, у меня был лишний вес. Сейчас это мой вес, 57. Вернули обратно? Да. Вес, наверное, был, может, 65 после рота. Ну, это не критично, на самом деле, да? Ну, как бы да. Но все равно выходили... 65, где-то 67 было. Ну, вы своим примером заражаете многих других девушек, которые говорят, ну, у меня лишний вес, ну и бог с ним, да? Мне все-таки приходи, попробуй позаниматься. Да, я тоже так думаю. Многие девушки смотрят, может быть, на меня, я не думаю, что я какой-то идеал. Но я мама, я замужем, я делаю все те же обязанности, которые делает обычная женщина. Тем более восточная женщина? Да. Это еще в два раза сильнее. То есть домашние все дела. И плюс я посвящаю, как бы, свое время, своей любимой работе. Отдаюсь ей полностью на все 100%. Я такой, как бы, инструктор, такой хореограф. Я никогда не сижу. У меня есть такие девочки, которые танцуют у меня по 4-3 года. Даже 2 года, полтора. То есть я могу спокойно поставить ее, она всю программу знает. И просто сесть, и чтобы она провела. Или мне уехать и сказать, там, Альмира, Катя, Алина. Работайте. Работайте, да. Я схожу на день рождения, погуляю, я поеду там отдохну. Такого у меня нет. Такого я не практикую. Я вот каждый день, сейчас у меня 2 часа тренировки идут. То есть с 7 до 8, с 9 до 10. Одного часа хватает так, чтобы прям ушатать человека? Хватает. Когда говорят, а сколько длится тренировка? Я говорю, час. Так мало. Я говорю, приходите попробуйте. Я просто говорю, приходите попробуйте. И вот 60 минут человек заходит, 60 минут должен отдаваться, выкладываться. А если человек не выкладывается? У нас нету никаких перерывов, антрактов, чтобы мы 10 минут там посидели. Водички попить? Трек переходит на другой трек. Водички попили, глоток. Все. Никто не сидит, не лежит, все встали. А даже для новичков нет скидки? Нет, я просто как бы объясняю, что нужно чувствовать свой организм и свое здоровье. Свой темп. Если девочка 4 года ходит, она сделала 20 раз. Присела или отжалась. Если ты новичок сегодня к нам пришел, ты тоже отжимаешься или приседаешь, но... Чуть-чуть меньше. Ты сделал 8 раз. В своем темпе. Потому что зумба возрастных ограничений не имеет. Поэтому ходят и девочки 15 лет, и девушки 53-56. И зажигают. И зажигают одновременно на одной линии. Ну, давайте еще скажем, что если ты хочешь стать королевой танцпола или королем танцпола, то зумба это отличный способ, да? Отличный способ, да. Это пластика, это грациозность, это умение двигаться. И знаете, мне кажется, зумба... Там такие люди собираются, как говорят, в сектах. Потому что, смотря на нас, ну, я честно говорю, смотря на нас, когда я снимаю видеоролик, эмоции там просто зашкаливает. Энергетика бешеная в залезе стоит. Все кричат, орут, эмоции свои выплескивают, я не знаю, все выходят оттуда счастливые. Или вам это просто кажется? Нет, мне не кажется. Не кажется, да? Я сама лично так делаю. Если я как-то прихожу, мне же не каждый день отличное настроение. Не каждый день. Не так невозможность каждый день сиять? Да, каждый день сиять. Иногда тоже бывает, что-то болит, семейные какие-то, да? Ну, нет настроения, погода плохая. Я прихожу, вроде сумка, это же моя работа. Только я захожу в класс, я вижу вот эти улыбки. Одна группа 25 человек, другая группа 25 человек. Девчонки подбегают, сутки, ну, как дела, давай рассказывай. Они не обращаются потом в женский клуб, когда люди сядут и рассказывают. А вот у меня такая проблема, у меня такая проблема. А давайте не будем, давайте будем танцевать. Будем танцевать, да. И мы заходим, как бы обмениваемся улыбками своим позитивом и все. Оттуда я уже выхожу, все, я у меня как гора с плеч. Прекрасно. Ну, это 2 часа в день вы посвящаете себя. Да. Кстати, через неделю открывается третья группа. Это будет с 9 утра до 10 вечера. Ого. Ой, до 10. А когда лучше заниматься, утром или вечером? И утром, и вечером. То есть, приходишь и утром, и вечером, потому что каждый день, да? Да. Ну, люди ходят нормально, все, живой процесс. Здравствуйте. Анна, ты тоже к вам ходишь? Да. Это моя девочка. А вы так говорите, моя девочка. Это так положено, получается, да? Просто немножко так звучит. Ну, да, вообще, как бы, инструктора говорят клиенты. Мне кажется, это как-то грубо. Это еще хуже, чем моя девочка. Это еще хуже? Я как-то, вот, мои девочки, девочки мои, не знаю. Мои девочки, девочки мои, нормально. Это новая песня группы Любе. Мои девочки, девочки мои. Оп, хорошо. Ну, вы не так давно были в городе Екатеринбург. Да. Вот буквально на днях вернулись. Что там было? 3-4-го я была на обучении. 3-4-го сентября. Сентября, да. На обучении у прекрасного, замечательного, мега-крутого тренера ЗЭС Олеси Ракульцевой. Я очень счастлива, у меня просто эмоции меня переполняют. Я очень рада, что я смогла и поехала, получила лицензию, познакомилась с ребятами Тюмень. Новосибирск, Челябинск. То есть, обменялись тоже и опытом, и в соцсетях. То есть, будем и вместе работать, и на какие-то встречи. Это очень круто. Олеся приезжает в Алмату. Я так как девушка расчетливая, посчитала, сколько у меня Алмата займет дорога туда-назад. Ты лучше в Екатеринбург? Ты лучше в Екатеринбург. Я в пятницу отработала занятия до 10 вечера. Сходила в душ, села в машину. И сама за рулем поехала? В 12 ночи я выехала в Екатеринбург. В 9 утра в субботу я была в фитнес-клубе. Одна за рулем поехала? Взяла брата. Мужа оставила с дочей дома. Ну, правильно. Как дочь в дорогу побоялась. Поехала с братом. Брат, спасибо. Спасибо, брат. Спасибо, брат. В 9 утра я была уже в Екатеринбурге. Мы занимались до 6 часов вечера. Это как мастер-класс идет? То есть, ты приходишь и тебе объясняют, что как новую тенденцию в зумбе или что-то? Да, мы прям с нуля. Базовые шаги. Направление рук. Навигация рук. Навигация, как бы, направление. То есть, полностью с нуля все направления. Плюс давали, как бы, Олеся давала по 2 часа, то есть, зумбу имена. Пляс. Слушайте, но я-то думал, что зумба – это просто обыкновенное времяпрепровождение. Оказывается, так все серьезно. Очень серьезно. То есть, там и занятия, и лицензии. Ты знаешь, это очень серьезно. Это очень серьезно, как бы. Сейчас она первое место держит в фитнес-программе по всему миру. Своя линия одежды, своя музыка, Шакира, Тимберлейк пишут песни для зумбы. Специально. Специально. Они хотят работать с зумба-программой, потому что, запуская трек, танцует весь мир под эту песню. Ну, ты понимаешь, да, какая-то. Шакира написала, Тимберлейк сейчас в обработке. А Карлс Дримс, Эруина. Да. Тоже, да? Да. И у нас есть официальный сайт, www.comp. Zumba.com? Zumba.com. Туда только могут, то есть, пользоваться этим сайтом могут только лицензионные инструктора. Вы получаете свой номер, да? Айди, да, айди заходите. Айди мы заходим, только там у нас, получается, приходят нам песни, ну, разработки, разминки, танцы. Это за деньги или даже бесплатно? За деньги. Ну, как за деньги? Каждый месяц мы платим небольшую... Как за лицензию, как взнос. Как взнос. Как взнос. Ассоциация зуба инструкторов. Чтобы пользоваться этим сайтом. Ну, это очень, мы заказываем там вещи, как я говорю, музыку, то есть, мы общаемся. Был прямой эфир с Бетто самим, с Колумбии, да. О, Бетто. Вот на нашем сайте, онлайн трансляция, тренировка, то есть, все Зины, все Зессы, весь мир включает, заходит в свой кабинет. И смотрим. Дома, либо где-нибудь в зале, и мы все танцевали час вместе с ним, да. Ну, а это взрослый мужчина, не взрослый, сколько ему лет там? Взрослый 50 с чем-то, если я не ошибаюсь. И он выглядит подтянутым, стройным. Ну, да, да. Безумно красивый мужчина. Вы представляете, вот как так, мужчина, он зарабатывает на танцах. Представляете, огромные деньги, наверное, на сто процентов. Огромные. Огромнейшие. Вешеные. Ой, как здорово, а. Еще при этом получить удовольствие и смотреть на красивых девушек. Это точно. Его окружает точно, самые красивые, наверное, девушки. Ой, как здорово. Хорошо, а дальше что вы планируете делать? Вот сейчас вы получили лицензию, дальше вы планируете делать свою собственную школу? Может быть так просто большую, зумба. Это, конечно, моя мечта открыть свою студию. Ну, сейчас она так и есть. Вы в фитнес-клубе Драйв ведете? Я в фитнес-клубе Драйв, да. Ведете свою студию? Зумба-фитнес. Зумба-фитнес, да. А хочется прям, чтобы своя школа была огромная? Да, конечно, это моя мечта, чтобы у меня была своя студия. Ну, пока так. Надеюсь. И сколько лет вы уже в зумбе? 1 ноября нам исполнится 4 года. Ничего себе. А есть какое-то название там? Или просто зумба-фитнес? Зумба-фитнес. Анара. Анара-зумба. Вот так весь город меня знает. Анара-зумба. Ну, как здорово. Потому что давайте еще расскажем, где вас найти. Может кто-то захочет вам записаться. Тем более, если еще одна группа. Наверное. По 25 человек вы собираете, не больше. Нет. Зал не позволяет. А как так? У вас группа 25 человек? Ну, больше людей зал не позволяет. Фитнес-клуба. Если было бы возможно, то еще бы люди хотят, люди записываются. Хотят, многие приходят, говорят, что тесно. Ну, как бы. А главное же атмосфера. Главная атмосфера, да. Я тоже люблю больше маленькие залы, нежели большие площадки. Да. Бывает так, что мы прям все поближе друг к другу, теснее. Но зато весело, круто, тренировка. А мужчины могут вам приходить? Могут. Всех приглашаю. И с девушками можно танцевать? Можно, конечно. А сколько стоит? Сейчас давайте я расскажу. Где мне можно найти? Да, да, да. Фитнес-клуб Драйв. С 7 часов вечера до 8. Час длится тренировка. Также с 9 часов вечера до 10. Час длится тренировка. И я набираю новую группу, утреннюю группу. Будет либо с 9 до 10, либо с 10 до 11. Пока это еще в процессе, но набор идет, запись открыта. 8776-705-53-53. Ну и, соответственно, ищите еще и в инстаграме, потому что Анара там целиком и полностью показывает все свои достижения, все отзывы. А есть негативные отзывы? Потому что я читал только хорошие. Ну, в любой работе, наверное, есть. Негативные? Ну, расскажите. Ну, не так нет. Нет, наверное. Ну, хорошо. Прекрасно. Так сколько стоит? Стоит 7 тысяч абонемент на 12 занятий. Ну, там в месяц. Тысяча тенге разовой. Ну, классно. Зумба – это легко, это доступно, это весело, это зажигательно. На вас посмотришь, реально понимаешь, что это зажигательно, это безусловно. Хорошо, мы предлагаем сейчас посмотреть, как Анара вместе с своими девчонками, девочками будет танцевать. Ну, а ваши пожелания всем телезрителям в грядущий день без вас, я думаю, будет не так весело, как мог быть. Я желаю всем отличного настроения. Самое главное – это крепкого здоровья. Занимайтесь спортом, неважно каким – плаванием, тренажерный зал. Ну, лучше всего зумба-фитнес. Я вас жду. Прекрасно. У нас сегодня в гостях была Анара Сабитова, лицензированный инструктор z.in.zin по зумба-фитнесу. Но прямо сейчас мы увидим уникальное выступление девочек. Они уже готовы, у них костюмы классные. Ребята, делайте погромче телевизоры, смотрите, запоминайте и, быть может, даже попробуйте повторить все движения вместе с ними и присоединяйтесь к огромной армии людей, которые уже танцуют зумбу. Субтитры создавал DimaTorzok История! Белビтен пел, знаете. Умени! Берель бордель. Урени! Добрый бар, ка гантре, Твотка вау, ка монтэ. Я тут мне準備, Нам все это stirred. Зумбо зумбоworthy подrouваются зумбо Зумбо по украшению зумбо Caesar зумбо 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 Зумбоradы вземод Зумбо 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 В нем не Apоль Поί potа Моих зацем Украд Моих зацем Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok